Привет, добро пожаловать за Sims 4 и сегодня вторая часть челленджа, где я попробую создать персонажа, не глядя ему в лицо. У меня уже есть первая часть этого челленджа, где я создавала симку, которая получилась просто сверх красивой. Я её даже сохранила и вот она здесь. Я к ней решила добавить симу, чтобы ей не было скучно. И в этот раз это парень, потому что мне кажется, что нужно какое-то разнообразие. В этот раз нас встречает вот такой вот сим. Давайте сразу, как всегда, дадим ему название, точнее имя. Его зовут Макс Деккер. Очень интересное, красивое имя. Давайте он будет барменом и на рандом его черты характера дружелюбный, переработчик и неряха. Ну, в принципе, в принципе, мне очень даже нравится и мне не терпится начать. Сначала, конечно, поворачиваем сима, немножко рандомим. И мне уже, в принципе, нравится, что у нас получается. Давайте остановимся на этом, тоже какой-то рыжий сим. Ну, нет, я хочу не рыжего, а блондина. У него ещё и борода была. Ну, нет, бороду я использую слишком редко. Кто не знает правила, по ходу вы всё поймёте. Но, тем не менее, вы можете посмотреть первую часть в закрепе. И в описании будет ссылка, потому что она получилась, ну, очень классной. И давайте начнём. Начнём мы, пожалуй, с бровей. И мне уже нравятся эти брови. Я их очень часто использую. Надеюсь, что у него там нормальная форма. И так, ну давайте светло-коричневый волос, раз уж он блондин. Я обычно создаю суперсветлые волосы, но при этом тёмные брови. В общем, следующая это форма головы. В принципе, мне уже нравится его форма головы. Но ладно, раз уж нужно всё менять, мы будем всё менять. И теперь я не вижу даже его носа. Ну, что я могу сказать? Мне он, в принципе, нравится. Теперь нужно дотянуться до глаз. Так, неужели? Это единственная проблема этого челленджа. Очень сложно дотянуться до глаз. Ну, в общем, используйте. Я хочу вот такие вот глаза. Я их постоянно использую. И раз уж он блондин, раз уж он блондин, давайте сделаем его голубоглазо. Вот такие вот яркие голубые глаза, насыщенные. И мне кажется, у него слишком далеко посажены глаза. Мы не можем это никак поменять. Ясно, нет, не можем. Ладно, давайте тогда выберем другие. Они все такие получаются, да? Ну, хорошо. Я уже забыла, что мы использовали до. Ладно, оставим вот эти. Давайте тогда брови немного вот так вот сделаем, чтобы глаза не были такими далеко посаженными. Потому что это как-то слишком странно выглядит. Ну, в общем, мы переходим к носу. И с носом тут очень даже сложно. Ясно, первый нос и тут, видимо, самый красивый. И этот нос напоминает нос той симки, которую мы создавали в первой части. Ну, ладно, давайте перейдем к щекам. И нам нужно сейчас будет еще до губ дотянуться. Поэтому щеки я хочу делать поменьше. Вау, вау. У него будут очень острые скулы, я так понимаю. Отлично, дотянулась до губ. И я хочу такие обычные средние губы. Я даже не знаю, что и выбрать. Давайте вот, самый классический, первый вариант. И теперь нам нужен подбородок. Подбородок у него очень даже симпатичен. Давайте выберем вот этот подбородок. Вау, все очень красиво уже получается. И последнее из внешности лица. Это челюсть. Челюсть, челюсть я хочу самую обычную. Ну и так, я говорила, что у него будут скулы, поэтому давайте что-то типа вот этой челюсти. В общем, я думаю, что он получился очень даже красивым. Теперь давайте перейдем к ушам. И выберем вот эти уши. Я очень надеюсь, что он получился красивым. Цвет кожи мне его нравится, разумеется. А насчет вот особенностей кожи. Веснушки я ему добавлять не хочу. Давайте просто добавим какую-нибудь вот сюда вот родинку. По-моему, она выглядит очень даже миленько и красивенько. Я говорила, что не хочу ни усов, ни бороды. Поэтому я думаю, что этот этап мы с вами пропустим. И сразу перейдем к волосам на голове. У меня нет дополнительного контента для волос на голове у парней. Поэтому придется использовать игру. Ну, как сказать, придется. Мне кажется, тут очень даже большой выбор. Более чем достаточно. Так, ну мне очень нравятся вот такие вот кудрявые волосы. Хотя, я не знаю почему. Вот эти волосы у меня прямо-таки ассоциируются с блондином. Поэтому он у нас блондин. Так, я даже не знаю, какой цвет ему выбрать. Я знаю, что блондин. Давайте вот этот цвет. Самый-самый светлый. И теперь мы можем переходить к его одежде. И в принципе, я думаю, что сейчас мы сможем, если что, поменять ему фигуру. Окей, фигура мне его уже нравится. И как в прошлый раз, мы будем создавать обычную одежду и костюм. Для обычной одежды я хочу какую-нибудь рубашечку. Что-нибудь такое обычненькое. А, у него уже была рубашка. Но нет, я хочу ее просто поменять. Мне очень нравится вот эта вот рубашка. Очень мило выглядит. Мне кажется, что для бармена идеально подходит. Я не знаю. Просто в моей голове есть такой образ бармена. И сейчас я его пытаюсь воссоздать. На ноги, разумеется, обычные какие-нибудь джинсики. Желательно черного цвета. И вот, самый обычный сим. Теперь нам нужна какая-нибудь обувь. Это, как всегда, кроссовки. Я просто не знаю, что еще подходит буквально для всего. Вот, прекрасно. Эти даже как-то сочетаются с верхом. И аксессуары. Я опять хочу добавить какие-то часы. И, в принципе, на этом все. Я думаю, мы можем переходить к костюму. Я практически ничего ему не добавляла. Косметику в костюме для Макса я не хочу использовать. Но я хочу использовать какие-нибудь серьги. И, возможно, даже на обычный день какие-нибудь серьги. Да, давайте. В костюме будут вот такие вот голубые серьги. А в обычном варианте вот такие вот белые. Мне кажется, очень красиво. В принципе, не думаю, что ему нужно что-то еще. И теперь нам нужно выбрать ему одежду. О, мне очень нравится эта черная рубашка. И, особенно, в сочетании с этим светлым жилетом серым. Ну, давайте теперь какие-нибудь серые брюки. Этот цвет, конечно, не идеально сюда подходит. Но, в принципе, мне очень даже нравится. Хотя, черный вариант тоже красиво выглядит. Ладно, давайте по классике сейчас будет черный вариант. Из аксессуаров нам нужно какие-нибудь белые носочки. И просто, как будто какое-то правило, часы. И, причем, те же самые, что я использовала в обычной одежде. И последнее, завершающее для нашего Макса, это обувь. На самом деле, парней в два раза легче создавать. Я уже который раз говорю. В прошлое видео было даже дольше. Обувь самая классическая, черная. И наш Сим готов. Мне не терпится посмотреть, как он выглядит. И давайте, как всегда, на счет три. Раз, два, три. Вау! Нет, действительно, нет. Он, конечно, очень красивый. Он очень красивый, очень симпатичный Сим. Было бы интересно посмотреть, какие бы дети у него были. С Рэйчел. И, в принципе, знаете, поиграет на них двоих. Они очень классная пара. Мне кажется, блин. Парней, на самом деле, легче создавать. Но я думала, что будет хуже. Я действительно думала, что будет хуже. И, знаете, Рэйчел мне, на самом деле, понравилось немножко больше. Напишите в комментариях, кто понравился вам больше. Рэйчел из первой части или Макс. Давайте теперь посмотрим, как он выглядит в костюме. Конечно, он выглядит так же. Но костюм выглядит очень даже мило, презентабельно и очень по-деловому. Как и, в принципе, Макс сам выглядит очень по-деловому. Я бы его даже включила в свою династию, на самом деле. Ладно, я думаю, вам всем было бы интересно посмотреть, какие дети получились бы у Макса и у Рэйчел. Но ответ очевиден. Красивые. Это точно. Да, как вы видите, они все получаются очень симпатичными. Несмотря на то, что мы создавали их родители, не глядя. Вау, вы только посмотрите. Действительно, все очень красивые. Их можно прямо-таки брать и добавлять в разные проекты. Так, девочки тоже очень интересные. У нее очень классная внешность. Она вся в ассан, но, блин, она выглядит, как какая-то модель. На самом деле. В принципе, эта симочка очень тоже милая. Если немножко бровью поправить, немножко глаза. И в целом будет очень симпатично. В общем, вот такой вот классный челлендж получился. И получилось не просто два сима, а еще и целая семейка. Поэтому я надеюсь, что челлендж вам понравился. Пишите в комментариях идеи для следующих видео. И я желаю вам всем хорошего дня, хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok